здравствуйте дорогие рукодельницы мои любимые подписчики и гости канала сегодня буду делать что-то вообще такое чудесное но вы все увидите я просто обвела тарелку на газетке вырезала круг и вот теперь его складываю максимально на 16 частей и один из сегментов один из 16 вырезаем мне нужно сделать шаблон для моей будущей работы дальше я выкладываю на лист а4 просто продлеваю линии кстати для дрезденской тарелки тоже можно сделать так шаблон снизу я вот отмечают вас половиной сантиметра сверху 10 с половиной сантиметров длина у меня получается 20 сантиметров вырезаю этот шаблон и потом просто на ткани его обвожу чтобы потом порезать результате я таких нарезала 16 светлых 16 темных и складываю их лицом к лицу можно даже сколоть булавочками и пристрачу вот с этой стороны и вот с этой стороны вот я сколола все сейчас буду прошивать у всех одну сторону поточным методом не обрывая нитки потом вторую сторону шила с припусками на ширину лапки в конце и в начале строчки делала закрепочки я решила что так у меня здесь очень узенькая часть получается я решила что здесь я немножечко припуски уменьшу чтобы у меня хорошо все выворачивалось хорошо лежала сделаю это во всех своих деталях после того как все подрезала выворачиваю использую крючок для вязания чтобы узкий угол вывернуть и отглаживаю я использую свой вот этот бумажный шаблон насколько вот он запихнется настолько запихнется в любом случае с ним удобнее получается разглаживать а если у вас есть картонный шаблон то это еще быстрее и удобней потому что он жестким прям хорошо сюда заходит и все шовчики сразу же выравнивает с ним удобнее конечно короче я не знаю как так получилось но у меня оказалось что хватает 15 вот этих вот сегментов и 16 1 оказался лишним имейте это в виду но так как у меня эксперимент то я думала что нужно будет 16 я вообще делаю все вот первый раз никогда такого не видела и надеюсь что все у меня получится поэтому все на ваших глазах происходит будьте снисходительны главное вы потом на моих ошибках все сделаете четко я приколола все свои сегменты эти булавками чтобы они у меня держались на этом месте и вырезала кружочек и буду его пришивать вот шаблону это я в центр потом пристрою так же как дрезденской тарелке мы делали вот серединку для меня даже бумажный шаблон тот же все видите он весь в дырочках прошлом летом мы делали что-то похожее на то что я сегодня собираюсь сделать но тогда нужно было только не сыпучие ткани ему голову ломали с вами вместе с моими подписчиками как сделать вот после того как дрезденские тарелки я научилась делать мне как сложилось в голове и отглаживаю очень хорошенько чтобы все вот эти вот у меня края загладились после того как отгладила все снимаю наметку вытаскиваю бумажку и еще раз отглаживаю вот после этого прикалываю булавочками и буду пришивать все вроде все ровненько приколола и вот так пришли после того как кружок пришила я теперь поочередно с каждой с каждого лепестка снимаю булавочки и вот я не даже не мерил на каком расстоянии произвольно но главное чтобы это было вот на одном и том же расстоянии каждый лепесток сшиваю буквально вот несколькими стежочками узелок оставляю внутри чтобы его не было видно потом делаю буквально два-три стежочка и уже потом следующем делаю узелок и нитку сразу не обрезаю а прячу ее сначала в складке ткани уже потом только обрезаем знаете решила не рисковать все-таки а сделать отметочки на каком расстоянии на одинаковом чтобы мне все было от центра по 8 сантиметров я отмеряю чтобы потом уже не глядя брать и сшивать я сшила все серединки лепесточков и уже приколола верхние края к ткани основе булавочками просто прострочу вот так вот чтобы закрепить их по кругу прострочила зигзагом и снимаю теперь булавки чтобы у меня все уже не кололось дальше я свою заготовку пока убираю и вот у меня такого же размера как квадрат основа 48 на 48 сантиметров такая же ткань и я взяла ну просто то что не жалко можно что угодно я вот взяла тут от старый какой-то синтетической наволочкой тут или я значит что делаю если видно я вот нарисовала круг этот круг большой у меня даже в кадр почти не влезает 38 сантиметров диаметром и я вот его нарисовала одну ткань положила на другую лицом вниз и сейчас по этому кругу прострочу прямой строчкой прострочила просто на этой стороне не видно это строчка совсем но короче круг прострочила и теперь вырезаю этот круг изнутри оставляя на припуске ну примерно сантиметр не могу не напомнить а то вдруг забудете подписаться не забудьте подписаться если вы еще не подписаны и если подписаны то конечно я жду от вас комментариев ставьте лайки не забывайте я всегда рада любому взаимодействию со своими зрителями все круг вырезали возможно нам когда-то это пригодится сейчас пока не надо дальше по получившемуся припуску внутри круга делаю надсечки чтобы вся эта история у меня хорошо выворачивалась после этого выворачиваем все чтобы у меня моя синяя сторона темная сторона осталась снаружи вот это неземная красота внутри и отглаживаем в этом положении так чтобы максимально вывернулась но при этом не проглядывала вот эта голубизна после отглаживания и отпаривания вот такая получилась у меня штука с дыркой внутри и я теперь опять возвращаю свою заготовку назад а сверху неё укладываю свое вот эту штоку ровненько все выкладываю чтобы она красиво все лежала и скалываю булавочками эти две детали вот так вот по кругу все приколола сколола и и иду на машинку прострочу прямой строчкой по кругу я сделала от строчку по кругу и плюс потом я сделала вот декоративными стежками еще и уже сшила наволочку плюс я заменила кружок в центре из темно-синего сделала светлый мне показалось что так лучше будет но вы сами смотрите как вам больше нравится тот уж на вкус и цвет товарищей нет но я как всегда на теннисный стол на свой выложила новую наволочку фотографироваться рядом со старыми положила по-моему получилось очень симпатично мне очень нравится прикольно и здорово такая вся в бантиках если вам тоже нравится все ставьте лайк пишите комментарии и спасибо всем кто досмотрел до конца